Приветствую, друзья! На связи Андрей Шариков. В данном видео мы обсудим обвинительный приговор, вынесенный четырем лидерам компании Questro World в Азербайджане. Как вы, наверное, знаете, в Казахстане уже больше двух месяцев идет судебный процесс, на котором в качестве обвиняемых выступают четыре лидера компании Questro World. Какой приговор вынесет суд, это покажет время, может быть обвинительный, может быть оправдательный, посмотрим. Но на моем канале пользователь по имени Амина написала следующий комментарий. В Азербайджане всех лидеров арестовали, а старые клиенты теперь переключились на ванкоин. Среди них мои родственники тоже есть. Значит, людям нравится, когда их обманывают. Кайфуют от этого. И я спросил, в Азербайджане тоже судебный процесс идет? И Амина ответила, Андрей, процесс закончился четыре лидера от семи до трех лет. Ну, то есть, по ее словам, судебный процесс закончился, и четыре лидера действительно получили реальные сроки от трех до семи лет. Конечно, это не подтвержденная информация, это просто комментарий. И я попросил Амину по возможности предоставить более подробную информацию, ну, хотя бы, например, имена тех лидеров, которые были арестованы, и по которым был вынесен обвинительный приговор. Потому что, если мы будем знать их имена, то на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана мы сможем, возможно, найти какую-то информацию, может быть, номер дела или сам обвинительный приговор. То есть, пока это просто вот информация, комментарий на моем сайте. Но надо отметить, что когда стали сообщать о том, что Кенесары Карамаев арестован в Казахстане, некоторые тоже говорили, а, это фейк, это все ерунда, никто его не арестовывал, и все нормально, типа. Сейчас мы видим, что никакой это не фейк, это реальность, судебный процесс. В Казахстане во всю идет, и четыре лидера компании Квестра Ворлд действительно на скамье подсудимых. Как вы знаете, Александр Кэсли, Диего номер два, в последнее время рассказывает, что в компании полным ходом идет реорганизация, реструктуризация, и в апреле 2020 года компания будет восстановлена, правда, под новым названием, будет новый сайт, там будут разные платежные системы, и компания начнет инвесторам платить. Замечательно. Давайте предположим, что у компании есть те самые волшебные трейдеры, которых, правда, в глаза никто никогда не видел, но давайте предположим, что они есть. Сколько нет в компании вывода уже? Больше двух лет. А раз нет из компании вывода, то все деньги, которые трейдеры зарабатывали, вся прибыль, все эти два года с лишним оставались в компании, правильно? То есть, если тебе не нужно инвесторам ничего выводить, то все деньги, вся прибыль, которую трейдеры зарабатывали, остается внутри компании, правильно? Правильно. То есть, представьте, в компании два года нет вывода, никакого. И за два года деньги, естественно, преувеличились, ну, просто многократно. Если уже в 2017 году это были миллиарды долларов, то в 2019 там, может быть, десятки, а может быть и сотни миллиардов, правильно? Ну так, если у компании есть столько денег, и она планирует действительно весной, в апреле 2020 года запускаться, вот как вы думаете, компания заботится о своей репутации? Ей нужна хорошая репутация? Ну, я думаю, да. Не так ли? Сейчас, как мы видим, из-за того, что два года уже нет выплат, многие люди разочарованы, они идут в полицию, подают заявление, причем подают заявление, может быть, не на главных организаторов квестеры, а на тех, кого могут достать, то есть на местных лидеров, что мы сейчас наблюдаем в Казахстане. Если информация по судебным срокам в Азербайджане подтвердится, значит, это касается и Азербайджана тоже. То есть ниже стоящие инвесторы, партнеры уже устали слушать всякий бред о том, что компания скоро-скоро заплатит, а просто тупо идут в полицию и подают заявление на своих вышестоящих спонсоров. Вопрос. А компанию эту ситуацию устраивает? По логике, смотрите, если у компании столько денег, миллиарды, 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 могла бы компания как-то лидерам помочь? Например, нанять адвоката или хотя бы оплатить местного адвоката. Ну, сами понимаете, хорошие адвокаты дешево не стоят, не так ли? У компании денег полно, как утверждает Александр Кэсли. У компании денег столько, что она легко всем начнет платить в апреле 2020 года. Так почему же компания не выделит хотя бы несколько тысяч долларов на то, чтобы оплатить адвоката, который выступил бы в защиту вот этих лидеров, которые сейчас находятся на скамье подсудимых? Вот с этой стороны вы над этим не задумывались? Ну, даже если предположить, что у компании эти деньги есть. То есть представьте, лидеры, которые активно продвигали компанию, делали ей товарооборот, проводили презентации, ну, то есть со своей стороны делали свою лидерскую работу, причем, видимо, делали ее достаточно качественно, что они сумели для компании привлечь большое количество новых партнеров, новых инвесторов, создали большой товарооборот, то есть с точки зрения компании они принесли компанию большую пользу. И как вы помните, у компании даже было требование, что чтобы получить бонусы от компании, нужно было пройти проверку на полиграфе. И там спрашивали, а не участвуешь ли ты в каких-то других компаниях? И если вдруг выяснялось, что лидер участвует не только в Quest 3 World, а еще в какой-то другой компании, ему могли этот бонус просто не выдать. Интересно, да? То есть компания от лидеров требовала полной лояльности, полной преданности. Не вздумай, в каких-то других еще компаниях и проектах участвовать, ты должен быть наш, только наш. Ну что? И лидеры старались соблюдать этот момент, продвигали только эту компанию. А что же сейчас получается? А компания, у которой якобы денег полно, ничего не делает для того, чтобы как-то этих лидеров защитить. То есть компания показывает, что лидеры для нее, это пустое место, отработанный материал. Лидеры свою работу сделали, ну и наплевать на вас. Можете там сгнить в тюрьме, нам на вас наплевать. Ну, разве не так? Может быть, в моих рассуждениях я не прав? Напишите в комментариях, что вы думаете. Еще раз задумайтесь. Если даже предположить, что у компании есть те огромные деньги, о которых говорит Александр Кесли, почему компания не пошевелила даже пальцем, чтобы защитить тех лидеров, которые активно эту компанию продвигали в Казахстане и в других странах? Конечно, кто-то может сказать, ну, компания просто занимается реорганизацией, реструктуризацией, создаются сайты, подключаются платежные системы, компания все-все-все делает, чтобы вот в апреле 2020 года все запустить. Ну, во-первых, про реорганизацию и подключение платежных систем инвесторы слышат с 2017 года, уже больше двух лет и что-то никак, никак все не разродится, великая компания, у которой куча денег, куры не клеют, да? А второй момент, а что толку лидерам, которые уже сейчас арестованы и находятся на скамье подсудимых, за решеткой? Что им толку от этих реорганизаций, от сайтов и от платежных систем? Они уже сейчас за решеткой находятся, и компания не делает ничего для того, чтобы как-то им помочь. Итак, если у вас есть какая-то информация по аресту лидеров в Азербайджане или в какой-то другой стране, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если располагаете какой-то информацией по судебному процессу в Казахстане, также можете поделиться. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.